Тоже так, значит, я не одна такая, и всё нормально. Всё-таки я склоняюсь к тому, что в нашем мире что-то происходит. Это факт, это научно доказано. Я уже говорила, что наша Земля стала вращаться гораздо быстрее. Мы так вроде бы не ощущаем, но дни проходят вот прям вот так, вот так, вот так. Вот, это раз. Второе, дышать Земля начала по-другому. И все эти вибрации, которые мы ощущаем, мы не можем понять, что происходит. Вроде бы ничего не поменялось, но что-то поменялось. Поэтому мне кажется, что это связано с этим. Мы все меняемся, меняется наше мировоззрение, наше ощущение. И поэтому нам надо перестраиваться. А мозг у нас какой? Типа, ну я же привык так, зачем меня перестраивать? Оставь меня в покое. И вот тот, кто это понимает, будет проще перестроиться. Поэтому я как бы решила пообщаться с своими подписчиками на эту тему. Так, вы присоединяетесь. Кто что думает, у кого как, какие ощущения? Привет, как учеба в университете? Готовлюсь к сессии. Поэтому, ну пока, пока хорошо. Читаю много. Пишу. Потому что у меня с памятью не алло. Скажу честно, это со школой было так. Я не очень хорошо запоминаю. То есть со стихами у меня тоже всегда была проблема. Ники достаточно наперемене прочесть там пару раз стихотворение. Она отлично рассказывает на отлично. А у меня нет. Мне надо неделю учить для того, чтобы я на отлично рассказала стихотворение. Поэтому мне приходится писать конспекты. Так будет быстрее. Плюс я так лучше понимаю. Так, вы присоединяетесь. Я смотрите с чем. Шампанский. Сегодня должна была приехать подруга. Но отравилась вечером. И не смогла. А я купила шампанское. И думала, что вечером мы посидим. Ну как, типа, в обед. Посиди, пообщаемся, выпьем шампанское. Поэтому я решила, что... Ладно, я выпью шампанского с вами. Вот, привет. Поэтому можно я не с кофе. Хотя сегодня выпила 2 чашки кофе. Давление низкое. И сейчас ощущение, что мы повзрослели. Есть такое. Есть, конечно. Но мне кажется, это еще что-то. Помимо того, что, естественно, мы мудреем. Растем. Но что-то... Что-то более происходит глобальное. Вот. Приятного аппетита. Ну, в принципе, можно посчитать, что... Что это еда. Да. Кто со мной? Это обычно... О, я пошла заваривать кофе. Ну, если я пью кофе. Давайте кто-то по шампанскому. Анюта, поехали на Мальдивы в сентябре. А то мой муж не может. А мне не с кем. Классно. Но я пока не могу позволить себе Мальдивы. Вот. Но я надеюсь, что когда-то это будет. Да. Все в жизни меняется. Сегодня не могу позволить. Завтра могу позволить. Поэтому посмотрим. Я бы с удовольствием. Да, Анют, ты верно говоришь. Сейчас намного сильнее вибрации. Да. И как бы с ними справиться. Потому что реально бывает такое ощущение, что... Я же говорю, что крыша едет. Такая... Ну, ты их ощущаешь, а что с этим делать, не знаешь. И как-то... Что-то... Как-то... Ну, в общем, надо что-то с этим... Может, с этим и не надо что-то делать. Просто надо, чтобы организм к этому привык. Вот. Как-то так. Я, кстати, смонтировала для вас видео. Завтра выйдет на канале. Про макияж. Он будет более такой вечерний. А потом уже сделаю дневной. И завтра я еду к ортодонту на консультацию. Что мне скажут. И, скорее всего, что я буду ставить брекеты. Представляете? Я буду ходить с брекетами. И вполне возможно, что мне вырвут внизу два зуба. И где-то... Ну, пока они там не сойдутся, я буду ходить без зубов внизу. Ну, прикиньте, в брекетах и без зубов. Все верно, в жизни все циклично. Сегодня жизнь течет по одному, завтра может быть по-другому. Да, это правда. Тем более, как бы мы стоим на месте, работаем как-никак. Оно же должно выровняться. Потому что все-таки подшатнул карантин. Так, недавно ты спрашивал, куда бы хотели полететь, а куда ты хочешь? Спасибо за вопрос. На самом деле, я спросила у вас. Мне стало интересно, у кого какие желания. Но я из большинства. Я хочу к океану. Я хочу в тепло. Я хочу одеть купальник и гулять по берегу. То есть мне хочется такого отдыха. Поэтому там многие писали «Бора-Бора», «Мальдивы». Ну, то есть, в принципе, у меня нет какой-то определенной цели, куда бы я хотела. Но, скажу честно, я бы хотела именно к океану. Поэтому «Мальдив» очень хороший вариант. Просто хотела бы сесть на самолет и полететь, и поменять картинку. И честно, я бы даже сейчас поехала. Ну, то есть сейчас везде тепло. Ну, если не считаете другую часть землиной планеты. Но там, где тепло, естественно. Хочется, чтобы... Даже если... Ну, сейчас, видите, Европа закрыта, да. То есть я бы хотела где-нибудь в красивом месте погулять. Стамбул, например. Стамбул недалеко и недорого. Но все закрыто из-за этого. Поэтому самый классный вариант – это на море быть. Аня, у вас больше зубов, чем обычных людей. Когда улыбаетесь, кажется, что их намного больше. Спасибо, но нет. Но нет. Нет. Просто у меня широкая улыбка. Поэтому видно больше зубов, чем, наверное, у остальных. Значит, копим. Я, кстати, склоняюсь к тем людям, которые не копят. У меня нет накоплений. Ну, то есть какая-то там минимальная сумма есть, если вдруг что-то случится, да, чтобы как бы была... Ну, подстраховка. Но сказать, что я там накапливаю – нет. Так как у меня есть куда тратить, я ответственна за многих людей. Может быть, вам кажется, что-то не так. Это так. Как бы поэтому и у меня есть куда тратить деньги. Плюс дом. И поэтому все средства, которые появляются, они в основном идут на закрытие вопросов. Так, Анют, сохрани эфир, пожалуйста. Тогда зарабатываем. Во, вот эта вот тема очень классная, потому что я из тех людей, которые, знаете как, не проси у Бога денег, попроси работу. Поэтому я всегда говорю, Господи, дай мне возможности заработать, дай мне работу. Ну, то есть мне там с неба не надо, чтобы она упала. Не, я не против, конечно, но я все-таки склоняюсь к тому, что бесплатный сыр только мышеловкий. А если нет, то за все сильно легко приходящее. Но именно как? Тут чуть-чуть неправильно. Есть люди, которые очень легко живут, и я, в принципе, склоняюсь к таким же. Мне кажется, что если сильно запариваться, если очень сильно смотреть на жизнь, не очень тяжело, то, что легких денег не бывает, нет, это не так. Деньги можно заработать легко и с удовольствием, поэтому я хочу и склоняюсь к тем людям, что зарабатывать деньги надо не то, что, знаете, там, это так тяжело. Утром, ой, я так не хочу идти на работу, мне надо деньги зарабатывать. Вот я так не люблю. Это неправильно. Ну, то есть это жизненная энергия, таких людей уходит. Они утром просыпаются, они хотят жить по факту, да, потому что они идут на нелюбимую работу. Поэтому вот так. Так, пока вопросов нету. У меня аж нос чешется. Я пью шампанское. Привет, Свет. Приветик. У кого, кстати, какие планы на выходные, по-то я, видите, вышла в прямой эфир в субботу, оторвало вас от домашних, наверное, каких-то любимых занятий. Объявился бывший молодой человек спустя полгода. Хочет помириться. Расстались из-за него. Вел себя как козел. Мириться не хочу, но он не изменится. Но чувства все есть. Как не растаять? Вы сейчас сами ответили на свой вопрос. Вы знаете, что он не поменяется. И зачем вам... Знаете, как рядом с королем королева, рядом с козлом, сами знаете кто. Вам же это не надо, правильно? Поэтому сразу четко скажите нет. Закройте все вообще входы, выходы и возможности увидеться, для того, чтобы человек понял, все тут как бы уже никак. Потому что если слабинку давать и отвечать на звонки, то есть если вы отвечаете на звонки, если вы видитесь, значит вы даете повод возможности вернуться. То есть это логично, это понятно. То есть у него есть шанс, он это понимает. Если этого нет, он понимает, что нет, я иду дальше. И все. Привет, мы ремонт будем делать. О, поздравляю. Это такая очень крутая штука в жизни. Желаю, чтобы он был легким. И чтобы финансово все было. Встречалась мужчиной, который в разводе, двое детей. В итоге вернулся к бывшей жене, и обидно. Да, такое тоже бывает. Но опять же, как бы у него свой опыт, у вас свой опыт. Интересно, сколько вы встречались, потому что вы не написали. Не считайте это потерянным временем. Потому что, ну, как бы этот факт уже произошел, и чтобы не держать на него обиду, обида разрушает. Просто, ну, примите это как опыт. И все. Зато вы уже поняли, что какие мужчины бывают, там, что и как. Здравствуйте, Аня. Сенсей больше мерит. Как определиться с размером ребенка? Один в один по размеру идет. Я Диоми взяла больше на размер, и больше на размер. Поэтому вот так. Его мать настояла, что детям нужен отец. Смотрите, ни одна мать не повлияла бы на мужчину, если бы он этого не хотел. Я вообще не уважаю мужчин, которые, ну, как бы, во взрослой жизни слушают маму. Маму надо любить, уважать, помогать. Но мама не может знать, как лучше для взрослого мужчины. То есть мужчина сам принимает решение. И если мама что-то сказала ему, например, он может четко сказать, мам, я тебя очень люблю, но я в своей жизни разберусь сам, потому что я взрослый мужчина. Больше вопросов возникать не будет. Если такое все-таки возникает, или он маминкин сынок, что вот таких вообще бежать надо, или он сам хотел вернуться, и тут как бы есть уважительная причина. Ну, мама сказала, понимаете? Какой-то запросили, что? Сейчас гляну, подождите. Угу. Вы не думали удалять татуаж с бровенья? Он мне не мешает, в принципе. Просто единственное, что когда, например, ну, я уже, краска, например, сошла, вот я ездила недавно к Янине, она мне красила брови. И когда краска сходит, они получаются такие более серого цвета. Поэтому мне приходится карандашиком желтизной, да, коричневым, подкрашивать, чтобы серость закрыть. Он сам сойдет, не хочу. Он говорит, что он между двумя огнями, любимая женщина и дети, он сделал выбор в пользу детей. Ну, опять же, это он вас так успокаивает, потому что не хочет вас обидеть, и это не говорит о том, что там он вас любит или не любит. то есть я имею в виду, сейчас уберите вот эту вот штуку, там, как бы, любовь, да, мы сейчас уберем ее в сторону и возьмем факты, сухие факты. Он сделал выбор, и неважно, два огня, не два огня, он выбор сделал, не в вашу пользу. Развернулись, пошли дальше, все. Моя дочь предал парень, она увидела его целующество другой. Ань, как ее поддержать? Это ее, как бы так сказать, это ее опыт. Если она пришла и сказала, вот, мама, там, так и так, ну, и тому подобное, в таких случаях самое лучшее, да, это обнять ребенка, погладить и сказать, что ты сейчас хочешь. Это может быть, пойти погулять, это может быть, поплакать, это может быть, съесть какую-то вкусняшку и тому подобное, но сильно в душу лезть и там рассказывать, какой он козел, и тому подобное, тоже не надо. Переключите ее на что-то, Свет, скажи ей просто о том, что в жизни таких ситуаций может быть много, ну, просто на будущее, ну, когда она остынет, сейчас не надо, на будущее просто, что, ну, вот я с Ника разговариваю, да, ситуаций таких может быть много, поэтому, как бы, к таким вещам надо быть, ну, осмотрительнее, вот, если такое, как бы, произошло, то, это какой возраст? Это опыт. У Ники такое было, но не с мальчиком, а с подружкой, то есть ее предала подружка, но очень тяжело это перенесла, и до сих пор, мне кажется, у нее есть обида, тут да, тут надо правильно, но, как бы, я по себе могу сказать, мамам главное просто быть рядом и поддерживать, это самое важное, когда ребенок может лечь на коленке, поплакать, посмотреть мамой фильм, например, да, или побыть наедине, но наблюдать обязательно, чтобы, ну, в депрессию не ушла. Верите ли в знаке зодиака в то, что они влияют на характер, человека? Верю. Это как бы знак зодиака, да, но я больше верю в, когда человек родился, под какой звездой, у него есть натальная карта, и вот некоторые люди, они по гороскопу вроде бы одни, а по натальной карте вроде бы как бы другие, поэтому я больше в натальную карту, но да, это влияет. Так, здравствуйте, Анечка, с мужем стали абсолютно чужими людьми, есть дочь 11 лет, ужасно раздражает его поверхностное отношение к воспитанию ребенка, головой прекрасно понимаю, что нужно разводиться. Если понимаете, разводитесь, ну, тут как бы только от вас зависит, что надо делать. человек же не дерево, правильно, если ему что-то не нравится, он может отойти и поменять место, поэтому в моей жизни тоже мне не нравилось, ну, начиналось все с того, что мне не нравилось, что видят дети, поэтому я же не дерево, я ушла, вот, и как бы в данный момент, мне кажется, я сделала очень даже хорошо. Альбосы хорошо отрасли у тебя, прям заметно. Да, мне кажется, вообще как будто на месте стоят. Я посмотрела фотографии с предыдущего года, они такой же длины, я такая думаю, тю, ну да, я один раз подстригала, один или два, ну, буквально чуть-чуть, не знаю, ну, глянем. Я решила, что я не буду заморачиваться, пусть себе растут, и все. Так, маменьки и сынки, это нечто, у одной знакомой, мама мужа, понесло заявление на развод для сына в ЗАГС, боже, это какой-то капец. Ну, вот, вот как так? Надо, ну, когда вот, перед тем, когда встречаешься, когда там выйти замуж, надо обязательно этот факт проверить, потому что потом, это ж, беда. Это ж, по факту, ее не будет рядом, но будет ощущение, что она там, чуть ли не в постели между вами лежит. Я с ним на одной работе, противно видеть каждый день. Возможности сменить работу нет? Ну, знаете, как типа кардинально поменять жизнь? Если нет, абстрагируйтесь. Ей 20 лет. А, на 20 она уже взрослая, конечно. Боже, я ж тебя видела, ты ж как ребенок сама, а дочери 20 лет. Ты чего? Класс, вообще супер, молодец. Ну, попробуй, а давно это было? Когда они расстались? Вы знакомы, обречальное кольцо выбирала мать мужа, представляете? Это капец. Это капец, девочки. Как принять характер ребенка, который мне чуждый, тяжелый? У нее характер очень сильной личности, и не получается состыковаться. Ей 5 лет, но справиться не могу. Это вы про своего ребенка говорите? Вот видите, вы уже в прямом эфире принимаете как психолог. Можно вашу трудовую книжку заводить? Да, трудовая книжка есть, но там я как... О, у меня в трудовой менеджер по продажам, и главный редактор журнала. Ну и все. Надеюсь, что скоро будет психолог. Тоже заметила, что волосы отросли, блестят хорошо. Спасибо большое. Маски делаю. Я в посте вам показывала, что можно в маски добавлять, чтобы волосы блестели. Надо сепарироваться, бежать и не оглядываться от таких мам и свекровь. Тоже заметно. волосы. Анечка, вы такая красавица. Спасибо большое. Это все шампанское. Глазки заблестели. Да, это моя дочка. Как принять характер, который убивает? А вы попробуйте ее не исправлять. То есть, ну, действительно принять и поблагодарить Бога, что у нее такой характер. Она себя в обиду не даст никому. Если она вас строит, то представьте, как она будет строить окружающих. Поэтому постарайтесь с ней подружиться. Вчера она узнала. Была истерь. А, это вот вчера была. Была истерика. Чуть ли не сердечный приступ. Кроволом от Павла. Очень жаль ее плачет постоянно. Они три года встречались. Спасибо за комплимент. Сейчас ничего не поможет. Просто наблюдай за ней. Будь просто рядом. И можешь сказать такую фразу о том, что если тебе нужна моя помощь, ты мне скажи, я тебе помогу. Но в таких ситуациях она не услышит. То есть, она сейчас в себе, в своих эмоциях. Если бы, например, когда есть финансовая возможность, можно просто собраться и сменить картинку. То есть, поехать куда-то отдохнуть. даже здесь по Украине. Ну, в какое-то красивое место, например. Или там на несколько дней там к природе. Эти вещи очень помогают. Но если нет, фильмы, типа семейный просмотр фильма, никаких песен грустных, никаких воспоминаний таких. Ну, то есть, желательно даже, я не знаю, послушает она или нет, это на листке бумаги написать, ну, как бы, хорошие стороны и плохие, например. Но это в 20 лет вряд ли сработает, если честно. Детки разные, то есть, как детки, девчонки разные, но может не сработать. Помогает еще, как бы, ну, злость, да, на помогду человека, что он так поступил, и если он так поступил сейчас, можно так сказать, что если он сейчас так поступил, хорошо, что ты узнал об этом сейчас, Бог отвел, Он тебя, как бы, оберегает. Поэтому, зачем тебе это надо было, если бы, например, вы были уже в браке, даже если еще не было детей, то было бы еще больнее, потому что это, как бы, измена мужа. А тут в твоей жизни еще встретятся очень много ребят, которые оценят тебя по достоинству и не будут, как бы, делать тебе больно, потому что будут тебя любить. Спасибо, Анечка, может действительно посмотреть на это с другой стороны. Да, ну, то есть, как бы, где есть негатив, всегда есть позитив, просто переверните. Лучше знать о предательстве поцелуи, чем быть в отношении с таким человеком. Вот, видите, да. обидно, неприятно, понятное дело, очень, но лучше сейчас, чем потом. В этом возрасте кажется, что это любовь всей жизни и расставания гораздо острее воспринимаются, да. Сохрани эфир, пожалуйста, окей. Что-то мне уже в голову, шапузик. Да, ух, это я еще по бокалу не выпила. Я вам в посте, ну, написала, да, мысли, эфир начало с этого. По возможности откомментируйте, пытаясь просто понять, так у всех или нет. Вообще, свои мысли по этому поводу. Было что-то похожее или нет? Собираю информацию, пытаясь понять. Ну, и заодно напишите, какая фотография вам больше понравилась. Я чем старше становлюсь, тем мне сложнее выбрать фотографии. Ника мне накладывает, и я потом такая, блин, их что выложить? А что за повод для шампанского? А для шампанского разве нужен повод? Для шампанского повод не нужен. Вы и есть повод. Должна была сегодня подруга приехать, но отравилась и осталась дома. А шампанское было куплено и подготовлено, и настроение было под шампанского. Поэтому я взяла и решила, что я выпью с вами бокальчик шампанского. Какая же мудрая, спасибо, ты дорогая. Ты потом напиши, как она. Аня, вы бачте, а вы зараз в паре? Помните, я вам говорила, что я не хочу афишировать свою личную жизнь, и больше хочу, ну-ка, знаете как, чтобы мой аккаунт был полезный. И не просто показывать, свою жизнь и рассказывать, ой, у меня так, и вот так. Максимально стараться, что даже, еще эту привычку я вырабатываю, но даже в сторисах мне хочется, чтобы каждый сторис что-то нес. И если это даже просто визуально красивая картинка, то она вдохновит кого-то на что-то. но личную жизнь я решила не афишировать, по крайней мере пока. У меня есть один момент, я для себя решила, что в моей, как бы в моем инстаграме возможно появится только мой будущий муж. И все. И рассказывать о своей личной жизни я пока не готова. Надо практиковать так, чтобы вы все зрители шампанским были. Так интереснее. О, это было бы классно. Причем не по одному бокалу выпить, а по два, например. Тогда бы языки у многих развязались, было бы весело. Так, аккаунт корыстный. Я давненько за вами слиткую. Вы мудрая жинка и классно, мама. Дякую. Мне неприемно. Такие посиделки получаются. Ну, на самом деле, да, было бы классно. Девочки, это знаете, как типа собраться, ну, заранее, так, суббота у нас с шампусиком. И, а, так подождите, я же уже, я завела второй аккаунт. Он закрытый и он будет по 5 евро в месяц. Вот. Ну, это типа сугубо, ну, как, это как бы сумма ни о чем, но, по крайней мере, она отсеется, левая отсеется и там будут исключительно те, кто надо. Ну, надеюсь. Плюс я еще не написала, какое должно быть поведение, чтобы никто никого не обижал и тому подобное. И там у меня будут прямые эфиры. Вот там можно будет устраивать вот такие вот посиделки с шампанским, поднимать определенные темы, потому что я хочу сделать этот аккаунт именно психологическим, то есть вот как у нас здесь, только, ну, наверное, больше тематически, да, поднимать какой-то вопрос, я буду говорить о нем, подготавливаться заранее, говорить о нем, а потом идут вопросы. И вот так хочу сделать. Аккаунт уже создан, но пока он пустой, Ника разрабатывает наш миниографический дизайнер, то есть она учится на гейм-дизайнера и они проходят как бы все по чуть-чуть, поэтому она мне сделает логотип, сделает мне этот кружочек, в общем, я подготавливаюсь. Анечка, что-нибудь читаете сейчас? Да, у меня вокруг много книг, вокруг кровати, Ника смеется, говорит, скоро, говорит, тут библиотека будет. Но у меня в основном все по психологии в данный момент пока так, и я не хочу ничего другого пока читать про художественную и вообще молчу. Назначай дату. Какие вы легкие на подъем, мне это нравится. Дочка с бабушкой уехала в гости в другой город, теперь грустно, даже шампанское тоже надо шампанское достать. Так, какие грустно, наоборот, надо кайфануть, масочку себе сделать, сериальчик, книжечка, шампусик, подружечки, классно. Блин, хочу шампанское, надо мужа отправить в магазин. Во, девочка, видите как? Например, заразители. Назначка, порекомендуйте какую-нибудь книгу про взаимоотношения мужчин и женщин. Читали пять языков любви, я всегда ее рекомендую в первую очередь, она очень легкая, но она очень такая понятная. Встреча онлайн, да. Назначка, интересно твое мнение по поводу английского языка. Что именно? Я его не знаю, поэтому его надо знать. Оно полезное, где я не была за границей, я чувствую себя неандертальцем. Ну, честно. И хорошо, что, ну, были моменты, когда я была, например, одна, ну, у меня пересадки были и тому подобное, ну, я справляюсь, но это так неприкольно, когда ты не знаешь английский язык. Блин. А даже то, что ты знаешь или тебе говорят и ты что-то понимаешь, ответить не можешь, потому что, во-первых, есть страх, что, ну, ты говоришь неправильно, ну, то есть, короче, с английским у меня проблема. Ника еще не пьет шампанское. Ника иногда может выпить полбокала шампанска, когда мы, например, у нас какие-то посиделки, ну, ей 16 лет, лучше пусть она дома попробует, нежели она попробует где-то. Тем более на Новый год, ну, как мы им покупали шампанское, и, ну, детвора приходила в гости, вот, они пили шампанское. Лучше пусть, знаете, как я склоняюсь к тому, что лучше пусть они пробуют на глазах, нежели за глаза. Какая-то красотка, спасибо. Возрастет ли его актуальность? Я пропустила, актуальность чего? А, по поводу английского. Конечно, английский обязательно надо знать. Я хочу шампанское, я одна дома, муж с ребенком, в селе кайфую. О, прикольно. Надо смотаться за шампусиком. Так, привет, кто-то говорит. У нас обычно тут одни девчонки, но смотрю, даже мужчинки появляются. Кстати, некоторые мужчины обижаются на, ну, когда их называют мужчинками. Солнышко выглянуло. ой, как классно. Супер. И видно, мои уже такие веселые глаза. Видите, как мне мало надо? Полбокала. И уже все хорошо. А мы с мужем шампанское пьем. Муж первый раз смотрит и затянула. Привет, Анюта из Одессы. Привет, что у вас там с погодой? Я очень люблю Одессу. Максимально часто стараюсь приезжать, особенно летом. Это шикарный город. Я очень хочу, чтобы у мамы была квартира в Одессе. Если у меня получится, я думаю об этом. Я даже написала в списке желаний купить маме квартиру в Одессе. И я еду пить шампанское с друзьями. Боже, как классно. Это значит, вы не из Киева. Хотя я уже знаю, что в Киеве есть заведения, которые открываются по звонку. То есть заведения закрыты, но открыты. Так что А куда идете пить шампанское с друзьями? Анюта курила когда-нибудь? Да, было время. Я курила где-то 3 месяца. Это был 2009 год. У нас была большая, дружная, веселая компания. И мы проводили время на набережной в Оболонской. Меланж. Мы постоянно там висели. Нас уже все знали. То есть там, если мы приходили, то за столиком всегда было много знакомых. И мы очень классно проводили время, пели в караоке, мотались. Я еще тогда ездила на Лексусе. Я помню, мой бог, думаю, сейчас, подождите секунду. Потому что солнце, солнце, но чуть-чуть надо. так лучше. Вот. И мы... Я тогда ездила, да, на другой машине. И она была относительно большая. То есть это был джипик. И у меня был люк. И мы через люк залазили на крышу. Боже, что мы чудили. Это капец. Причем я не пила тогда вообще. То есть сейчас я могу позволить шампанское тогда вообще не пила. Но я по натуре такой человек, что если у меня веселое настроение, то как бы мне для этого даже алкоголь не нужен. И что мы вообще? Ночные клубы. В 7 утра после ночного клуба 6-7 мы в этот в Мак. Возле Мака другие такие же, как и мы. Мы знакомимся с ними, смеемся. В общем, у нас была очень большая компания. Каждый приезжал друг к другу в гости. Многие жили за городом. О, было очень классно. Вот тогда по, наверное, ну как бы многие девчонки курили, и я смотрела на них и такая думаю, ой, я попробую. Тоже курила. Но это было очень смешно. Я не могла втягиваться полноценно, кашляла. Ну, короче, это было типа больше сидишь с сигаретой. Сейчас вспоминаю, даже, ну, я не могу сказать, что стыдно, потому что это тоже мой опыт. Но это некрасиво. Девочка, сигареты, это некрасиво. Ань, написание книги приостановила во время учебы, ли успеваешь? Не успеваю, приостановила. К сожалению, да. Ань, сказала, у вас посты про витамины для здоровья. Какие вы покупаете, не могу найти. Вот поэтому я начала подписывать фотографии, да, делать рамки, многим они не нравятся, многим нравится. Но когда есть подписи, ты листаешь и понимаешь. например, про витамины у меня есть, но там просто теперь, ну, как это еще было ранее, там просто фотография, и как бы фиг поймешь, да. А если бы сейчас это было, я писала про витамины, было бы написано витамины, вы бы сразу зашли и нашли то, что вам надо. Поэтому вот такие вот подписи не очень полезны. Я выложу, найду и выложу в сториз, поэтому ищите в сториз. Я напишу про витамины, хорошо? Так, а сейчас не хочешь ночную клубу потусить? Не. У меня был вот этот вот 2009 год, он был таким, хей, халалей, он был очень прикольный, веселый, и как бы я нагулялась, потому что я очень рано вышла замуж, я не была, ну, как бы я не гуляла, то есть меня по факту сразу отдали замуж, как бы мама, и все. Поэтому, поэтому я наверстала после первого развода, сказать, что я могу поехать в ночной клуб, но с большой компанией, и когда это весело, когда у вас, ну, как бы свой столик, когда вы по-своему тусите, то есть уже это выглядит, знаете, как не так, хотя тогда у нас тоже были столики, и все были новомодные, на крутых тачках, но не в этом дело. когда ты молод, у тебя такое, как бы ты едешь в ночной клуб, а сейчас мне надо, чтобы был комфорт, то есть просто так в ночной клуб прийти, я не пойду, мне это не надо, мне надо, чтобы у меня был стол, чтобы был депозит, ну, и так далее, то есть возраст. Спасибо, Аня. Сколько вы встречались с мужем перед тем, как пожениться? Мало? Мало. Мы встречались три месяца, ну, как бы просто, он был в одном городе, я в другом, три месяца вот так вот поездили, поездили, потом он приехал к моей маме и говорит, я хочу ее забрать, у меня, ну, как бы проблемы со здоровьем. Мама сразу ему сказала, говорит, пойми, она не такая девочка, как другие, ей нельзя то, 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 и рожать ей нельзя, поэтому вот так, как бы, думай. Он уехал на три дня, подумал, вернулся, говорит, я готов. Меня никто не спрашивал, они между собой поговорили, и получается, он меня забрал в Киев. Сейчас я скажу, это был, это был декабрь, он мне забрал в декабре в начале, но Новый год я вернулась домой в слезах, что я не хочу, я хочу быть дома, вот, и поэтому мы Новый год отметили отдельно друг от друга, то есть он в компании с друзьями, ну, как, ну, и с их женами, а я с мамой. Ну, у меня мама, как бы, ну, как сказать, она хотела для меня как лучше, но я в тот момент не понимала, наверное, все-таки рано вышла замуж, я не понимала, чего я хочу. И буквально, через полгода получается, через полгода после встречаний он мне сказал, что пора бы подумать как бы о нас, типа о совместном, ну, о браке. Я вспоминаю сейчас, и это как будто бы какая-то другая жизнь, ну, то есть серьезно, вот я вспоминаю себя ту, и какая я сейчас, и думаю, ого, ого, ну, то есть вообще, да, поэтому я тоже вышла замуж в 18, в 19 уже родила. Я родила в 20, но я помню, в роддоме подходит ко мне заведующая мимо, ну, получается, меня везут на операцию, у меня кислево сечение. Кстати, тоже мне ж нельзя было рожать, и, ну, как бы, мой тогда бывший, ну, то есть тогда муж, сейчас бывший муж, он знал об этом. И он мне сказал, типа, не переживай, все нормально, как бы, ну, типа, беременности не будет. И тут я узнаю, что я беременная через какое-то время. Я говорю, в смысле, ты же мне сказал, что беременности не будет. Я не знаю, как это произошло. Ну, не должно было быть. Ну, так вот родилась Доминика. по факту она не была запланирована. Вот. И Дома не был запланирован. Ну, то есть как, в планах было, что, типа, там, дети, они должны были быть, но не было такого, что вот мы конкретно трудимся над ребенком. Вот. Ну, вот так. Короче. И когда я, меня везли на операцию по кислорослечениям, заведующая сказала такую фразу, деточка, ну, меня везут, и она такая, вот так вот смотрит, такая, ну, остановила эту кровать, на которой везли, такая говорит, деточка, кто ж это так над тобой? Мне так стало смешно. Ну, то есть, как будто бы это, то есть я беременная, да, то есть, как будто это было изнасилование, потому что я ребенок. Вы не видели мою фотографию, когда Ника даже родилась. То есть, у ребенка появился ребенок. Это вот прям реально. Поэтому оно было так смешно, я до сих пор это вспоминаю. Деточка, кто же так над тобой? Да. Анют, сейчас уже спустя время, ты считаешь, была любовь к бывшему мужу? Ну, конечно, была, то есть, как бы, я бы не вышла, наверное, замуж прям совсем, если бы и не была. Мне бывший муж заменил, наверное, папу. Если сейчас уже взять психологию, ну, вот если взять откровенно, да, он мне начал показывать многие вещи, которые, как бы, учат обычно папы. То есть, он меня научил водить, там, и тому подобное. Я ему очень благодарна. Но, как мужчина, именно, да, это я сейчас уже понимаю в силу возраста, поэтому я говорю, что надо выходить замуж после 30. в силу возраста я уже понимаю, что я бы за такого мужчину замуж не пошла. Он хорош тем, что у меня не было никогда мысли, что мы будем голодные, да, или, то есть, даже если он говорил, а, денег нету, я знала, что он найдет. Ну, то есть, это просто из тех людей, которые, ну, где-то найдут. Но в плане воспитания детей, подхода к семье, он все равно, как будто бы он сам. То есть, вот я тебе памперсы принес, вот продукты, занимайся. Мне сейчас так не подходит. Тогда я не понимала, как, и мне казалось, что, ну, наверное, так у всех, наверное, это нормально. Что касается воспитания тоже, то есть, ты сама. И сейчас я понимаю, что, в принципе, все не так, и я прожила жизнь, вот как раз, с кайфовыми моментами, но сама, понимаете? То есть, у меня не было поддержки той мужской, которая должна быть, потому что семья, это же, как бы, двое, и потом появляются дети, ну, или не появляются, неважно, да, ну, как бы это двое. А у меня всегда было внутреннее, ощущение, что я одна. Поэтому, если, ну, что касается любви, то, наверное, да, ну, да, да, в любом случае. Потому что, мне кажется, любой человек, который был в браке, у него была любовь к, ну, своей половине, вот. Но время идет, мне все-таки кажется, сейчас уже, да, опять же, читая книги, человек может любить много раз в своей жизни. И когда, кажется, даже сейчас, в осознанном возрасте, что это последняя любовь, которая у меня была, например, да, нет. Это сейчас так может казаться, потому что есть эмоции, есть чувства, свои ощущения, которые ты ощущал рядом с этим человеком. Ты или можешь это, ну, как бы, возобновить, вернуть, или не можешь. То есть, если оба хотят этого, они это делают. Если кто-то из них, один принял решение, что нет, я там не готов, не готова, ну, как бы, ввязываться в это, то окей, и другой человек должен идти дальше и жить дальше, и все. Аня, вы дневники ведете, говорят, это классная проработка себя. Да, я об этом говорила, я, по-моему, даже пост писала на эту тему. Я не веду дневники, но это очень полезно, буквально недавно говорила, когда я нашла свой дневник, а я записывала 12 дней, это соляр, 12 дней после дня рождения. Я такие вещи, я просто прозрела от многих вещей. Я читаю и думаю, боже, Аня, ты жертвуешь собой много. Поэтому, со стороны может, конечно, казаться, что это не так, но опять же, многие не знают, как есть в самом деле. Так вот, и дневники, это реально очень классная, проработка. Если есть возможность, то пишите. Если не лень, если не забываете, пишите. Через время вы открываете, как будто бы вы читаете чужой дневник, даже не свой. Блин, мозги на место становятся, капец как. Это мы не планировали, родились двойняшки, девочки. Я вообще считаю, что, ну как, Бог даёт, то есть, значит, так надо было. Третий и четвёртый. Я в 28 лет, мама четырёх деток. Бог ты мой, как круто! Честно, поздравляю. Это на самом деле очень круто. Тоже рано вышла замуж, 19-20 родила первых. Крутяк. Вот это да. Я тут, у меня двое, я думаю, боже, какая классная, мама двоих детей, а тут четвёро. Ух ты, блин. вот прям, вы молодец. Больший муж, наверное, пытался вас вернуть и сожалел, что так вышло после второго развода. И после первого, и после второго. После первого это вообще был капец, я меняла квартиру, он меня находил, то есть, не давал мне прохода. Но я не сдавалась, я сдалась, опять же, потому что меня, ну как бы, родственники, да, с моей стороны, с его, типа, Аня, у вас же вообще ребёнок. Вот опять же, я вам говорю, не слушайте никогда родственников, всегда живите своей головой, думайте то, что думаете вы. Но опять же, я не буду возвращаться в прошлое, говорить, ой, лучше бы я так не поступала, тогда бы не было Деми, да, я очень хотела сына. И это действительно ребёнок, дарованный Богом. Не надо сожалеть о прошлом. Так произошло, окей, это наш опыт, но я сейчас, например, понимаю, что я больше никого не слушаю, я не слушаю, я могу прислушаться к маме, когда я могу сказать, мам, дай мне совет, я запуталась. Это один момент. Но если надо принять какое-то решение, что касается моей жизни, я довольно взрослая, чтобы понять по своим ощущениям, что мне надо, готова я или не готова, хочу, не хочу, и только так. И если я сделаю ошибку, это будет моя ошибка, и я никого не буду обвинять, как сейчас я это делаю. Вот, родственники настояли, и поэтому я вот так сделала, а надо было не делать. Вот, понимаете? То есть, как бы мы должны нести ответственность за свои действия самостоятельно. Теперь очень хочется посмотреть на тебя 20 лет после родов. Я найду фотографии, у меня есть где-то, и покажу. У меня видео есть на канале. Да, у меня есть видео на канале, я вам его тоже в сторис, как бы сброшу, с скрином, с вайпом наверху. Мы с мамой листали альбом, и смотрели эти фотки, и там есть фотографии, вообще разные, разные, где мама молодая, мы с ней очень похожи. Я вам сброшу, кому интересно, посмотрите. Не было мысли вернуться первое время. У-у-у. Вообще нет. То есть, у меня изначально, я полтора года как бы просила бывшего мужа, ну, говорю, типа, остановись. Умоляла, потому что понимала, что да, я готова жить ради детей какое-то время, а потом поняла, что нет, я даже не хочу, чтобы мои дети это видели. Поэтому вообще у меня не возникло мысли. Я вообще теперь жалею, что я раньше этого не сделала. поэтому нет. Блин, моя ситуация с мужем такая же. Только деньги мне приходится искать, а так пакеты поставил, и все. Готовь, стирай, воспитывай, лечи, зарабатывай, себя одевай, потому что у него не хватает. Это вообще очень грустно на самом деле, потому что, ну, опять же, мы не знаем, когда мы выходим замуж, мы не знаем, какой мужчина, ну, как он будет вести себя в браке, но, когда мы встречаемся, мы уже можем понять, насколько он ответственный. Поэтому в какой-то мере это лежит на вас, что вы выбрали такого мужчину. Поэтому бывают, конечно, в жизни разные ситуации. Бывает, когда, ну, как бы, эта семья уже никуда не денется, и вы же выходите замуж не за кошелек, такое, а за человека. Поэтому бывает такое, когда сложный период, и надо потерпеть, и там, можно есть и гречку, в лучшем случае, или перловку, потому что пока такой период. но, когда, видно, когда мужчина пытается заработать, что он не сидит на кресле, смотрит, смотрит телевизор, и не лежит на диване, и не говорит, ну, пока нету возможности, ну, вы же понимаете, да, когда он трудится. Я знаю очень много мужчин, которые работают по, ну, на две, на двух, на трех работах, чтобы заработать. Вот. И мужчину перспективно видно сразу. Поэтому так. Общайтесь с Виталием Любимым, знаю его по работе. Виталик очень классный человек, недавно его видела, он к моему большему приезжал в гости мужу, и они забирали Демку на выходные. Вот. Он вегетарианец, и занимается, мы поговорили с ним о йоге. Я не лезу, я не знаю, почему у них, как бы, не вышло с женой, но он очень положительный человек, прям очень. И добрый. Что отвечать на вопрос, почему такая красивая, не замужем, надоело это слышать, достойного не нашла? Отрежьте просто сразу, и все. Потому что у людей есть какая-то такая штука, как, ага, если у тебя нет мужчины, значит, с тобой что-то не так. Люди не понимают о том, что чем ты старше становишься, тем больше ты хочешь найти человека, который будет в твоей жизни, ну, именно тем, чтобы тебе было комфортно. Потому что у многих есть такая штука, мне все равно с кем, лишь бы кто-то был. Вот это хуже всего, честно. Семь лет замужем, и семь лет на море не была. Это минус. Минус мужчине, в первую очередь. Не вам, ему. Как это так, за семь лет не вывести свою семью на море? Вы сейчас в отношениях? Меня уже спрашивали. Здравствуйте. Так рада, что попала на эфир. Мне приятно. Я вас обожаю. Пример для меня. Я помню, вас еще беременны, идем, обожаю смотреть видео на ютюбе. Спасибо большое, очень приятно. И здорово, что со мной так долго. Почему все женщины после развода так расцветают? Потому что женщина цветет даже в браке с правильным мужчиной. Значит, если женщина за мысль, она за шуган, она, ну я грубо говорю, конечно же, значит, рядом был неправильный мужчина. Неправильный в каком формате? Обмен энергиями был не тот. Потому что, как говорят, за цветком ухаживает садовник. Вот как он за ним ухаживает, так он отцветет. Если женщина отцветет, значит, ее любят. Ей говорят красивые слова, за ней ухаживают, дарят подарки и думают о ней в первую очередь. Тогда у нее глаза блестят, понимаете? Как считаете, на что стоит обращать внимание в начале отношений с мужчиной? На многие факторы. Во-первых, первое, на что, например, я обращаю внимание, это на то, когда назначается свидание. Если он сам выбрал место и время и не спросил, где мне удобно, я уже на свидание не еду. То есть, вот на эти вещи обращайте внимание, это очень важно. На то, как он на свидании себя ведет, о чем он говорит, спрашивает ли он у вас, ну, про вас, да, потому что мужчина, который говорит только о себе, ему женщины неинтересно и в отношениях будет то же самое. Как относитесь к аборту? Отношусь негативно, но и не говорю о том, что нет, ну, это как бы выбор каждой женщины, но считаю это грехом, это большой грех, правда, грехом. Благодарение неправильно поставила. Грехом, боже, какое ужасное слово. да, это большой грех, и по возможности, конечно же, надо избежать этого. Да, хочется, чтобы дочь нашла достойного мужчину, умеющего зарабатывать. Тут еще есть такая штука, вот у меня сейчас, например, с бывшим мужем разговоры есть о Доминике, потому что есть у нас проблемы в плане, он не уделял ей внимания, когда она была маленькая, то есть я же говорила, да, это все было на мне, он ее даже на руки не брал, и у нее есть вот как обиды на него, да, и сейчас, опять же, занимаясь психологией, я понимаю, что это все может вылиться в что-то нехорошее по отношению ее к мужчинам, поэтому я ему сказала, говорю, слушай, есть такая особенность, то-то-то, мы почти не общаемся на самом деле, он у меня был, ну, время-время заблокировал в телефоне, потому что, ну, капец, но это не суть, суть в том, что отношения папы с дочерью очень повлияют на жизнь ее в дальнейшем с мужчинами, если ее папа баловал, обнимал, целовал, она для него была принцессой и тому подобное, то у нее высокая планка, высокая, как бы, оценка себя, и она будет искать мужчину похожего на папу, и если папа грубый или, например, папа уделяет недостаточно внимания или, 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 ну, то подсознательно дочь будет выбирать похожего, а мы-то знаем, как это может обернуться, поэтому это надо проработать, кстати, с психологом. Планируете запуск своего бизнеса или, может, какие-то глобальные проекты? Ну, мой глобальный проект, это я, то есть, я пошла учиться на психолога, я планирую выучиться, открыть свой кабинет, то есть, быть практикующим психологом, это мой глобальный проект, плюс, есть заработок, который у меня, как бы, есть, который, ну, я получаю, но мне его недостаточно, мы растем, и растут наши запросы, я хочу, я много чего хочу, и понимаю, что рассчитывать, хотя я, например, из тех женщин, которые считают, что смена автомобиля или какие-то такие блага, как, например, шубы, драгоценности, отдыхи и тому подобное, это на плечах мужчины, ну, потому что это правильно, но это, опять же, это сугубо мое восприятие, это не говорит о том, что так оно есть, это вот так у меня, поэтому, дай бог, чтобы у меня так и было, вот, а в любом случае я хочу зарабатывать, потому что я уже говорила, что мне очень хочется купить маме квартиру, ну, и у меня есть другие еще планы, в финансовом плане тоже, но открывать именно какой-то бизнес, какой-то, я не знаю, там, по шиву одежды или еще что-либо, нет, я из Баку, ой, Баку, это классно, у вас там тепло, я до 18 лет боялась папу, почему, в чем проблема, почему боялась, Аня, интересно видеть у вас футблок по правильному питанию, я не питаюсь правильно, то есть как, я не ем жирного, там, супер, да, как бы какого-то там, мега сладкого, но я и не воздерживаюсь, у меня интуитивное питание, я питаюсь, ну, так как я считаю нужным, как я сейчас хочу, и так далее, поэтому с меня фут информации или фут блогер с меня никакой, почему, потому что я сегодня могу есть жирное и сладкое, а на следующий день я могу есть одни салаты, поэтому на меня лучше не равняться, но у меня все интуитивно. А если родила одна папа, в жизни ребенка вообще не было, какой опыт тогда получит? У меня мама с папой жили вместе до, ну, как были в браке, до моих двух лет, потом они развелись, мама вышла еще раз замуж, и получается, ну, в принципе, да, то есть у меня было очень много, я понимала, что это не мой папа, и я как-то так отстраненно, в принципе, себя вела. Я очень стеснялась, и за глаза я называла его папой, а, ну, как бы при нем я стеснялась говорить папа. вот, вот, и я по, я видела, как он ведет себя с мамой, и мне тоже это очень нравилось, потому что, например, вечером они всегда ходили гулять, и мама, ну, у меня мама всегда красила ногти, вот, красными, они были вот такие длинные, и когда они ходили гулять, например, он говорил, давай я поглажу тебе юбку, у мамы были такие, знаете, пышные юбки, солнце-клёш, тогда Петька был очень маленький, ну, с колясочкой гуляли, и я смотрела на них, получается, мама красит себе ногти красным, а он гладит маме юбку, вот, мне это запомнилось, то есть, я увидела, ну, хороший пример, да, плюс, я читала сказки, и, в принципе, я выросла на сказках, поэтому у меня такая особенность, да, то есть, у меня мужчина, он чуть ли не, как я говорю, да, король, рядом должна быть королева, то есть, принц, я выросла на братьях Гримм, и тому подобное, поэтому, лично, если взять мой опыт, да, у меня папы в сознательном возрасте не было, то, то на примерах, именно, хороших примерах, сказки, вот, ну, главное не переборщить, показывайте фильмы классные, потому что, ну, тоже, можно вырастить инфинтильного ребенка, который будет думать, что, а я ничего делать не буду, я буду ждать принца на белом коне, и он прискачет, и меня спасет, понимаете, общаться надо, объяснять, рассказывать, если, например, у вас, ну, как отчим может дать хороший пример, ну, я, например, считаю, что обниматься, целоваться при детях, это очень хорошо, они смотрят на это и понимают, что это нормально, и несут это в свою жизнь, так, очень, был строгим, угу, какие были планы на вечер, я вас немного не понимаю, бывший муж возил вас по странам, он меня не возил по странам, я начала ездить по странам, уже после развода, он считал, что, а зачем куда-то ездить, можно в Украине отдыхать, и все, ходили, отдыхали в кино, на Кипр это я повезла, Египет я показала тоже, уже после развода, у нас пример такого нет, и живем, нет, и живем, а вам, он вас так любил, смотрите, у каждого разное понимание любви, вы видите то, что вам показывают, вы не понимаете, что было за, на Кипре я столько плакала, что я, наверное, не плакала нигде, деток, поэтому, это когда мы, знаете, сказка про Золушку, и жили они долго и счастливо, а что было после того, как они ускакали, после слов, жили они долго и счастливо, понимаете, у нас, как в сказках, показывают все только то, что, я же вам не буду показывать, это то, что, знаете, сейчас в Инстаграме показывают всякий трэш, хайп и тому подобное, то есть, в жизни было много классных моментов, но было и моментов много неприкольных, но я старалась с ними справиться, ради семьи, вот поэтому сейчас и говорю, иногда надо быть эгоистом, и не терпеть то, что все равно вас выматывает, понимаете, люди так многого не знают, возил вас по страну, не возил он меня по страну, Ань, а если девочка понимает, что ей хочется рядом видеть мужчину, не похожего на папу, это норм, так как с папой разные в его взглядах, намного, а с мужем хочется смотреть в одну сторону, есть такая штука у меня тоже, я это знала еще в возрасте, наверное, 20 лет, что девочка будет искать похожего мужа на папу, мой папа вообще противоположность моего бывшего мужа, я думала, блин, сбой в системе, что ли, думаю, наверное, не сбой, наверное, потому что он с нами не жил, он отсылал алименты, как бы открытки присылал на день рождения, но я сейчас уже в возрасте до 35 лет, понимаю, что все-таки в осознанном возрасте меня тянет на похожих мужчин, по крайней мере, внешне, на моего отца, поэтому все-таки где-то это может быть в генах заложено, но, опять же, это не говорит, что это 100% так, поэтому, ой, у меня тоже было не особо близкое отношение с папой, но безумно люблю его, хотя он выпивал, мог повысить голос и тому подобное, очень хочу иметь хорошую семью, если хотите, значит, так и будет, главное, наши мысли, Анна, расскажите поподробнее про соляр, у меня очень, у меня день рождения в понедельник, откликнулось, чувствую, что мне стоит попробовать, соляр это, рассчитываю, то есть, вы родились в такое-то время, в такой-то день, в таком-то месте, и астролог рассчитывает под вас, где были планеты, в день вашего рождения, и по этим планетам делают такую карту, карта соляра, и вам рассказывают на год, именно этот год, где планета будет находиться, и за что они отвечают, где, в каком моменте вам стоит, на что обратить внимание, да что было по дорогим ресторанам в каждом видео, извините, но вы показывали, мы комментируем, хорошо, только вы мне скажите, что если дорогие рестораны, это мой уровень жизни, то есть, если отсутствие моего бывшего мужа сейчас, то есть, в моей жизни, нету моего бывшего мужа, но я продолжаю ходить по ресторанам, я продолжаю деваться, я продолжаю ездить по другим странам, и что, ну, то есть, по-вашему что, только мужчина может это дать, или как, я развелась, я работала, дальше продолжала путешествовать, я была в тех странах, в которых не было он, и только я ему показала, что такое путешествие, вы многого не знаете, ребята, я с папой везде с детства любит меня, как девочку, даже сейчас, хоть мне уже 35, и в браке счастливые с мужем, двумя детками, спасибо Господу за родители, Боже, это очень круто, здорово, Анна, а в отношениях с Сэм вас что-то не устраивало сразу? Вы на это закрывали глаза? Были моменты, что меня не устраивали, но я об этом говорила, вот, я об этом говорила, и он об этом знает, да, это две вещи, которые мне не нравились, но это не в плане, ну, как бы его, да, это было, были моменты, которые говорят, почему это так, а не вот так, ну, то есть, там, ну, короче, как проведете сегодняшний вечер? За книгами, Аня, сейчас с папой общаетесь, если я слишком лично, прошу прощения, конечно, общаемся, папа у меня живет в, ну, в России, он сейчас больше, наверное, с бабушкой, с дедушкой, потому что они уже старенькие, как бы они попросили, они переписали на него дом, и попросили, чтобы он побыл с ними, вот, поэтому, в основном, сейчас в Краснодарском крае, в Станице, в Тароминске, и, ну, созваниваемся просто, созваниваемся, он очень боится, он говорит, что, если я приеду, ну, сюда к вам, сейчас, конечно, границы закрыты, но тогда еще, когда были открыты, он думал, что его тут там, ну, короче, насмотрелся новостей, подумал, что тут у нас, если ты говоришь на русском языке, то капец, пока вопрос закончился, выпи шампанского, все, вопрос закончился, нет, есть, с каким мужчиной вы бы точно не стали строить отношения, я у внешности, например, полный или маленького роста, или еще что-то, может, неопрятный пример, папа смотрит, а тебя нет, нет, потому что папа не может, как бы, тут он только загрузил ватсап, и то не может с ним справиться, смешной, так, по поводу, с каким мужчиной я бы не стала строить отношения, ну, во-первых, говорят, не зарекайся, это раз, второе, мне всегда нравились высокие мужчины, поэтому, если мужчина ниже меня ростом, однозначно нет, какой бы классный он не был, вот, по поводу опрятности, неопрятности, однозначно, тоже, для меня это важно, я очень брезгливая, если от мужчины неприятно пахнет, ну, вы знаете, я могу так сказать, если мне достаточно одного свидания, чтобы я поняла, если это, а еще, знаете, что, когда собирается вот тут вот слюни, я пару раз встречала, не в свиданиях, а просто встречала людей, у которых, знаете, ну, такое, как, короче, не глотают они слюни, или что, боже мой, я не могу разговаривать с такими людьми, а представьте, ну, есть, они даже женаты, вот, для меня это непонятно, ну, то есть, как бы, для меня внешний вид, это важная вещь, поэтому, вот так, ну, как-то так, но, опять же, сложно так сказать, должна быть пропорция, я визуал, мне надо, чтобы было красиво, Ань, какая-то красивая, вот, прям идеал внешности и мысли, спасибо, так, ух ты, сколько комплиментов, если ногти у мужчины длинные, это кошмар, я, кстати, не встречала мужчин с длинными ногтями, но для меня бы было это странно, потому что, я объясню, все очень просто, потому что, когда у мужчины есть какая-то определенная такая черта, ну, как, во внешности, там, длинные ногти или длинные ноготь, или он красится в какой-то яркий цвет волосы, то есть для меня это уже не формал, я не могу построить отношения, то есть у меня мужчина, это серьезный, и плюс-минус он занимается бизнесом, да, то есть он или где-то в руководящих должностях, если он работает на кого-то, или он работает сам на себя, и он внешне, он как бы стандартный, да, то есть он не носит коротких облегающих джинс, или штанов, которые висят до колена, или, ну, то есть понимаете, о чем я говорю, поэтому для меня внешний вид очень важен, прям очень важен, так, Ань, смотришь холостяк? Нет, меня часто спрашивают, я смотрела только холостячку, потому что было интересно, как мужчины борются за девочку, но смотреть, как девочки борются за одного мужчину, для меня очень странно, и я, нет, ну, как бы, я не вижу в этом смысла, Анечка, про Блиновскую марафон, интересно твое мнение? Пока ничего не могу сказать, потому что было всего два задания, причем они пересекаются, много воды, но, по крайней мере, я уже построила, то есть как мы написали желание, и начали всех исправлять, что такие желания, типа надо убрать то-то, 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 но я уже в предыдущем эфире говорила, и вот есть сейчас задание, я его еще не смотрела, надо выполнить его до завтра, какое, пока не знаю, первая неделя бесплатная, поэтому как-то все лайтовое, потом надеюсь, что будет какая-то ценная информация, ну глянем, где я черпаю энергию, женщина черпает энергию, наверное, с космоса, ну, кому-то это дано, кому-то надо ее черпать, ну, с большей силой, да, ну, я имею в виду самостоятельно, от солнца обязательно, если у меня плохая погода, я могу лежать в постели, и не хотеть даже вставать, это будет очень тяжело, это может быть смех детей, это, ну, так просто, они смеются хохочут, и меня просто, вы знаете, как музыка, очень здорово меня мотивирует музыка, мои желания, то есть у меня есть какая-то моя определенная картинка в голове, да, и вот если я беру эту картинку, и понимаю, что так, для этой картинки, что мне надо, это вот мотивация, и от этого я и двигаюсь вперед, то есть это и есть моя энергия. Ты можешь любиться с первого взгляда? Нет. Для меня внешность — это только один из компонентов. Мужчина, для того, чтобы я влюбилась, у него должно быть определенный набор классных качеств. Эти качества должны проявляться, вот как в благородном мужчине, и там много чего на самом деле. Меня может отвернуть от мужчины там какой-то поступок, да, или какая-то грубость по отношению к кому-то, потому что я очень обращаю внимание, как мужчина ведет себя, например, с официантами, с уборщиками. Если он груб, все, это не мой мужчина, я даже потом не пойду на свидание. Ну вот такие вот вещи. Помню Петю по детству, он был младше меня, виделись, ему было 13 лет, такой был бесшабашный веселон, а он такой остался. Да. Слюнявые мужики насмешило. Ну да. Я сейчас представлю. Они в одном только хороши, когда надо делать куни. Простите, это шампанское. Зато я поняла, эфир я не сохраняю. У меня коллега со слюнями вечным. Реально ужас, не могу прям. Да, я представляю, да. А еще я общаться не могу, если у мужчины запах кожи, не пот, а именно запах тела тяжелый для меня. Ну да, это я тоже имела в виду. Тут не только пот, тут еще запах с рта. Он на расстоянии, например, да, а такое ощущение, как будто рядом где-то, выгребная яма. Спасибо за эфир, хорошего вечера. И вам хорошего вечера. Был такой мужчина в брюках-рубашке, приятно пахнет, интеллигентный, но когда дело дошло до интима, я обнаружила длинные ногти на его ногах. Это было ужасно. Извините за подробности, но это в тему. Да, но обрезали бы. Не, на самом деле, когда мужчина за собой не ухаживает, это, конечно, катастрофа, да, понимаю. А у тебя было сумасшедшее сексуальное желание к малознакомому мужчине? Я, понимаете, у меня, я не знаю, как у других, но у меня такая особенность. Мое сексуальное желание возникает в голове. То есть, захотеть мужчину, я не считаю флюиды, как бы мужчина может понравиться, и ты как бы обращаешь на него внимание, а потом начинаешь присматриваться. Вот у меня так не бывало ни разу. Почему? Потому что оргазм в голове и желание тоже в голове. То есть, его набор качеств, он должен быть очень классным для того, чтобы я его захотела. У меня так. А, не хотели бы удалить свои стрелки, они поменяли цвет черного на зеленый с синий. Они не зелено-синие, а не серые. Нет, не хотела бы. Какую максимальную разницу в возрасте с мужчиной допускаете? Вниз или вверх? Или не имеет значения? Мне кажется, 5 лет. 5 лет это нормально. И в ту сторону, и в ту. Но опять же, если, например, вам 35, ему 30, то это ок. И наоборот. Толстые и маленькие не нравятся? Нет. Кстати, знаете, на что я еще обращаю внимание? На пальцы. На мужские. Они должны быть длинные, красивые. Мне не нравится, когда у мужчины ладошка может быть большая, но нормальная, а пальчики короткие. Мне не нравится. Надо закругляться. все, я допила свой бокал, посмотрите на мои глаза. Опять. Мне много не надо. Так, ну все, вопросы закончились. Ребят, тогда я закругляюсь, спасибо вам за эфир, и пойду я читать свои книги. Умою, сделаю маску. Да, хорошо.